Новому депутату Думы Сургута вручили удостоверение. Торжественная церемония вступления парламентария в должность состоялась на 20-м заседании. Напомню, Андрей Саликов участвовал в выборах по второму избирательному округу. Это так называемый микрорайон нефтянников. Мандат освободился после ухода Надежды Краснояровой в прошлом году. Саликову удалось набрать наибольшее количество голосов на док-выборах в Думу седьмого созыва около 45%. За него проголосовали свыше тысячи жителей из 2247, что пришли в единый день голосования на избирательные участки. 15 сентября территориальная избирательная комиссия города Сургута зарегистрировала Саликова Андрея Николаевича, депутатом Думы города Сургута седьмого созыва, по одномандатному избирательному округу номер два. Уважаемый Андрей Николаевич, в соответствии с статьей 29 устава города Сургута, с сегодняшнего дня вы наделяетесь полномочиями депутата Думы города Сургута. Я хотел поблагодарить всех тех, кто поддержал мою кандидатуру на этих выборах, поблагодарить свою команду, которая помогла мне достойно провести эту избирательную кампанию, поблагодарить территориальную избирательную комиссию и участковую избирательную комиссию за безукречную и четкую, слаженную работу, готов приступить к обязанностям во благо города Сургута, жителей 2-го избирательного округа и Югры и России. Всего на итоговом 20-м заседании Думы города депутаты рассмотрели больше трех десятков вопросов. Среди них утверждение новой премии. 50 наиболее отличившимся, по мнению специальной комиссии, сургутянам вручат благодарность и денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей. Поправили параметры казны города. Доходная часть бюджета превысила 40,5 миллиардов рублей, увеличившись на 620 миллионов. Изменен порядок начислений средств в Дорожный фонд. Туда теперь принимают деньги в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортом, который двигается по местным магистралям. Также обсудили и обновили ряд социальных городских законов. Предложили, например, продлить практику приобретения за бюджетные деньги и выделение санаторно-курортных путевок по типу «мать и дитя» для семей с детьми-инвалидами. Инициативу депутаты поддержали единогласно. Продолжение следует...